«Моей крышей, сказали вы, были небеса». Довольно образное высказывание. Но я вам скажу, что в те годы маломальский человек, который имел хоть чуть-чуть денег, он уже становился объектом пристального внимания рэкета. Вас пытались рэкетировать, на вас пытались наезжать? Да, пару раз пытались, потом больше никогда не пытались. Это было в 90-м, наверное, году. Кто пытался? Да, бандиты какие-то. Я уж и не помню даже. Но больше никто и никогда не пытался. Вот прошло столько лет, и ни разу никто больше не пытался. Скажите, а пытались как? К вам лично подходили? Да, приезжали и говорили, кому платишь. В ваш офис в Москве? Да, обваливались и говорили, кому платишь. Я помню тогда, когда вот это произошло, то стоял Витя Гурдин покойный и начал кричать «Герман, не стреляй! Герман, не стреляй!» После вопроса, кому платишь. К нам, конечно, никто не приезжал. У нас были все или с Афганистана, ребята, кто служил в Афганистане, или с других точек. У вас была охрана? У нас не была охрана. Мы все были. Это была одна команда. Это была Алиса. Алиса, это было по разным регионам страны. Вот такие молодые парни, кому мы могли платить? В стране чудес. Да, в стране чудес. Куража было тогда, энергии, не знаю мы сколько. Такой вопрос воспринимался как оскорбление, кому платишь, как тяжкое оскорбление.